Сегодня мы продолжим говорить про своих новых, про их механизмы взрывов. Если дальше Сергей Иванович Маратов будет рассказывать уже про внешнюю задачу, как у нас все взобралось, энергия выделилась, и дальше этот остаток взлетается, его наблюдать, то мы с Андреем, ну, Андреем вчера или раньше, мы больше про механизмы внутренние, что происходит со звездой такое, что она в течение очень короткого времени, секунды, выделяет огромное количество энергии. Но вот если Андрей говорил про коллапсирующие сверхновые, то я буду рассказывать про тип сверхновых 1А, которые являются термоядерными. И там основная проблема, и, в общем, все это горение. И поэтому большая часть того, что я буду рассказывать, будет посвящена именно физике горения. Ну, оно какое-то имеет отношение к земному горению, в общем, и так далее. Мы сейчас будем подробно. 1А. Значит, я напомню коротко, что такое некоторые картинки Андрея показывал вчера. Значит, сверхновые, вообще, что такое сверхновые? Еще раз, это живет звезда, и в какой-то момент с ней что-то происходит, оно взрывается очень быстро. Начинает и выделяет 10,51Р, кинетическое, в излучение уходит 10,49Р, в течение очень короткого времени. За счет этого начинает светить, как целая галактика. Вот, хорошо видно на этой фотографии, когда, ну, наверное, уже несколько раз видно. Значит, а если говорить о разных типах, то вот спектр. Значит, и вот верхний спектр, ну, я не знаю, вы видите? Я могу выключить свет, уж совсем. Ну, вот здесь вот, железо, серо, кремний, кислот, кальций, но нет водорода. Значит, и вот этот сверхновый тип одинаковый, термоядин. Значит, а вот во всех других здесь есть сильные линии, ну, вот, клапсирующих второго типа, есть сильные, аж а, аж б, аж, гадно, значит, есть водород. А водород самый распространенный элемент во Вселенной, он куда-то делся, его почему-то нет. Но кроме этого, вот по этим линиям, по остаткам, хорошо видно, что есть элементы железного пика, железа, никель, кобальт, есть промежуточный элемент, это как раз типа кремния, видно, что здесь магний, кремний, они тоже присутствуют, их присутствуют в большом количестве. То есть, грубо говоря, половина массы Солнца элементов промежуточных, в порядке кремния, половина массы Солнца элементов железного, бронежелезного. А гелия есть? А? А гелия есть? Гелия тоже нет. Гелия нет. Иногда может быть, его трудно вообще. Но, в общем, вот. А гелия нет? Да. И это, на самом деле, вот именно эти факты очень сильно ограничивают. Модель, которая, ну, описывает эти сверху. Ну, то есть, что-то может произойти. Потому что, действительно, должно быть отсутствие водорода. Значит, ну, вообще, в конце концов, вот вся эта кривая блеска, которую, ну, то есть, сверху начинает светить, и вот Андрей показывает кривую блеска, это зависимость от светимости от времени. Значит, это все на масштабах сотен дней. И это все обеспечивается за счет того, что наработано большое количество никеля, там, пол массы солнца, 0,6 массы солнца, который, ну, за счет этих распадов, он начинает высвечивать. И светить. Соответственно, если будет очень мало никеля, будет не яркая вспышка. Ну, и вообще-то, критически, если слишком много, то очень яркая вспышка. И, соответственно, вот эти массы, в основном массы элементов, которые образовались, вот именно вот это является очень сильным ограничением на механизме зарыва. Но самое главное в этих сверхновых, почему они так известны, широко рассматриваются, они стандартизуемы. Это значит, что мы можем определить их абсолютную светимость. Ну, то есть, знаем, сколько энергии в фотонах они излучают в единицу времени. И благодаря этому, ну, то есть, мы знаем, что там, грубо говоря, стоит лампочка в 100 ватт, ну, условно, так скажем. Поэтому мы можем определить расстояние до них. Мы просто узнаем мощность источника. Видим, что он здесь наблюдается, там, столько-то ватт на сантиметр квадратную секунду здесь на Земле. Отсюда мы можем определить расстояние. И поэтому это, как бы, называется стандартным свеч. Свечами, значит, правильно говорить, стандартизуемыми, потому что сами по себе они не совсем стандартны. Но вот это вот главное, что они, это события, которые похожи друг на друга, очень с хорошей, ну, с нормальной точностью, по сравнению со сверхновыми коллапсирующими второго типа. Но кроме этого мы знаем их абсолютную светимость. Но точнее, не знаем, а можем их поделить. Значит, то можно прервать, пока вас в предыдущем условии не очень раз возникло просто о гелии, то нижний, там у вас как раз другие первые типы. Один бетер, да, да. Один бетер, да. Это коллапсирующие, у них много гелий, то и у слабых гелий. Ну, вот у вас не менее гелия, да. Вот это один бетер. Один бетер. Просто такие, они тоже коллапсирующие, совсем другие механизмы. Да, но сейчас мы говорим про, да, противоядие. Просто, что, дерьмо, это тоже называется, что ума. Мало. Значит, есть соотношение Псковского Филлипса, который, который, а? Хорошо, да. Это подолосит. Да. Значит, который показывает, что абсолютная светимость, вот ту, которую мы хотим определить, для того, чтобы проводить космологические, например, наблюдения. Эта абсолютная светимость может быть восстановлена из скорости спада килогресса. То есть, вот. У нас есть звездная величина, которую мы видим. Ну, давай как-то так меняемся. Значит, звездный логарифт, ну, звездная величина, весь логарифт, логарифт светимости. Здесь вот это выходит на напрямую, что соответствует... С углом наклона, который соответствует, там, периоду того, распаду, ну, вот, нити, кополь, железный. 88-ти команда, да? Ну, кополь. Ну, кополь. Я помню, я помню, я как раз, два, три, сильнее. Ну, да, значит, стоит... Значит, ну, вот есть, мы говорим, это полуширина. Ну, там, ширина на полу... на полу высоте. Вот это там, дельта... Именно в логарифтах светимости. А? Именно на полу высоте, именно для логарифта светимости. Да, да, да. Ну, вот она связана с абсолютной... Звездной величиной. Ну, вот, некоторым соотношением. Ну, то есть, здесь есть корреляция. Значит, но... Важно, в самом деле, заметить, что это, во-первых, статистическая корреляция. То есть, вот, для каждой данной сверхновой, это не обязательно наполняется, что можно восстановить ее абсолютную светимость. Но когда мы имеем кучу сверхновой, то есть, статистику, то для них мы можем использовать это соотношение. Значит, но важно то, что это соотношение является чисто эмпиеческим. Нету никакой теории, которая его бы объясняла. И вот, собственно, это основная, главная проблема поисков и изучения механизмов сверхновых одинаков для того, чтобы... Ну, кроме того, чтобы понимать, как они взрываются, вот, это соотношение как-то объяснить. Нужно оно используется в космологических наблюдениях. А важно это потому, что оно проверено только на малых красных смещениях, на сверхновых, которые вот здесь вот там близко, а используется в космологии. Оно в основном как раз на больших Z. А на больших Z металличность совсем другая. Ну, меньше, меньше же Лея забыла, меньше, в общем, тяжелых элементов во Вселенной. Может быть, это соотношение зависит от металличности, потому что металличность сильно влияет на поведение звезд. Может быть, совсем другое соотношение, тогда неправильно использовать его в космологии, вот в этих сверхновых. Ну, в общем, это неизвестный вопрос, ну, ответы на эти вопросы неизвестны. И в этом и цель, и конечная цель работы всей вот посверхновой. Ну, такая прикладная, прикладная, как раз, молодой. Значит, теперь, собственно, что известно о том, как они взрываются? Существует множество, ну, в точности никто не видел, как это происходит. Но существует множество сценариев, как это может быть. Вот два наиболее популярных сценария, вот здесь изображены, одновырождены и двувырождены, так называемые. Значит, есть объекты белой камеры, про них Андрей вам рассказывал. То есть, это звезды, которые, ну, в каком-то смысле, мертвые звезды, у них уже закончились ремейтинные реакции в центре, это вот просто такой объект, с ними ничего не происходит. В основном эти звезды, большая часть из них состоит из углерода и кислорода. Там уже нет водорода, он весь выберет. И поэтому очень, ну, очень хорошо они, вот одно из, если, например, такую звезду действительно каким-то образом взорвать, то тогда у вас не будет водорода. Вот одно, вот, например, объяснение, почему нет водорода. Замечательно. Значит, ну, второе замечательное есть свойство у этих звезд. Они имеют максимальный предел массы. Ну, вот Андрей, ты об этом рассказывал, да? Андрей, иметь максимальный предел массы. Чандрасикаровский предел. Обходимы четыре массы Солнца. И это тоже замечательно для сверхновых одинаковых. Потому что, если мы предположим, что взрываются звезды около Чандрасикаровского предела, то будут взрываться приблизительно одни и те же звезды с одинаковой массой. И это объясняет повторяемость. Повторяемость явлений, они друг на друга похожи. Значит, но отдельно сама по себе звезда Белый Карлик с ней ничего не произойдет. Поэтому для того, чтобы что-то случилось, ей нужен компаньон. И вот эти два сценария, они подразумевают, что есть двойная система. И в этой двойной системе есть вот Белый Карлик и массивная звезда. Ну, и обычная звезда. Есть, либо есть два Белых Карлика. Значит, вот два Белых Карлика в этом случае, они начинают терять, если образовалась данная система два Белых Карлика, они теряют энергию на герметационное излучение, через какое-то, между ними расстояние падает, через какое-то время они сольются друг с другом. А что такое взрыв, почему термоядерный взрыв в данном случае называется, значит, считается, что взрыв связан с тем, что вся звезда, есть Белый Карлик, его каким-то образом подожгли, и он прогорает. Термоядерным образом прогорает частично для нителя, ну, для элементов железного пика, частично для до промежуточных элементов. Но вся звезда сгорит. Очень быстро. Ну, за секундами, грубо говоря. Соответственно, если у нас есть два Белых Карлика, когда они друг с другом столкнутся, то там появляется область, ну, то есть будет вот что-то, вот, столкновение, здесь удар, будет удар, повышенное давление, температура, в общем, тут же побежит детонационная волна, в общем, начнется горение, они прогоряют. Ну, вот как, если у вас есть, грубо говоря, взрывчатое вещество, вам нужен какой-то детонарь для того, чтобы взорваться, но вот если вы столкнётесь там, где два взрывчатых вещества друг с другом, то, в общем, у вас то же самое получится. Взрыв. То есть, у них какая-то аккриция с Белого Карлика не может быть, да? Даже если они привлечены, они же маленькие, то есть... Они маленькие, но маленькие, тысяча-тысяча километров. Ну, это произойдёт, скорее всего, там начнётся какое-то перетекание, но уже, наверное, перед самим столкновением. То есть, какие-то процессы будут перед самим столкновением. Время соотношения масштабов, времён, ходит, значит, потому что излучение, гравитационные, медленный процесс. Я думаю, в общем, думаю, что когда они на большом расстоянии друг от друга, то там не будет никаких перетеканий. Почему, мне кажется, что будут удары, понимаете, при падении друг от друга? Нет. Он начнёт... Ну, нет. Ну, нет, ну. Открылся правильно. Действительно, начнётся, ну, как вчера Андрей рисовал эти полости гроши, там чуть-чуть одна масса перетечёт, на другую радиус белого карлика увеличится больше, чем полость гроши, и процесс сразу пойдёт из этого реколова, то есть со шкалы медленного процесса излучения, он перейдёт в эту свою динамическую фазму. За секунду и потечёт всё. Один вылез, он другой как бы за секунду, и тот идет туда. Это потому, что радиус сильно завист от массы. Вот нейтронный звездовый слаб завист от массы, то он может долго-долго добиваться. Тоже есть тоже неизвестный вопрос. Будет ли мы на вековой шкале, как мы говорили, мы не знаем всё. Вот так извините, но на экзистине. Замечательно. Ещё такой вопрос, я говорю, что маленькие, когда они близко к другу подходят, там жуткие же градиенты гравитационного поля, они их не могут просто разорвать. Ну, там они такие же, это же нейтронные звёзды. Ну да, они больше, чем нейтронные звёзды, и действительно, есть чуть-чуть, и на хвостах прилегные силы чуть-чуть сбрасывают. Ну, если у вас не будет расчёт как-то там трёхмертные патазы, когда я делаю, то видно, как на периферии немножко сбрасывается, но основная масса вот так вот удаляется и взрывается. Хотя, значит, пока... Ну, вот у этого сценария есть одна проблема. В том, что, ну, в отличие, вот, например, от одновыраженного белка, здесь белые королики бывают разных масс. Вот, то есть, это не может быть, она 7, 8, она 8, соц. И поэтому вот этот аргумент про повторяемость физически-досекарность предела здесь уже не работает. Ну, в том смысле, что если у вас столкнулся, ну, суммарная масса, грубо говоря, может быть, разная, она варьируется. Довольно сильно ходит. И поэтому, почему все объекты так друг по другу похожи, это не очень понятно в этом случае. Ну, то есть, вот здесь есть какая-то проблема. Значит, а на вырожденный сценарий здесь картинка другая. Здесь есть перетекание вещества с массивной звезды. Он перетекает, и происходит акреция на белый камень. Вот, и этот белый камень, какой бы массы он вначале не был, он постепенно начинает набирать массу. И он подойдет к Чендерсикаровскому пределу, просто потому, что для него масса падает в какой-то момент. И именно в этот момент произойдет взрыв. Вот, то есть, взрыв произойдет, когда он, ну, грубо говоря, перейдет через этот Чендерсикаровскому предел, а он становится после этого неустойчивым, и начинает пытаться эволопсировать. Поэтому здесь, в этом случае, объяснение проще, хотя есть свои проблемы. Значит, к примеру, вот есть гельфанов, гельфанов, да, Марат Гельфанов, которые, они занимаются наблюдениями. Вот, если происходит акреция, то тогда будут лететь рентген. Значит, там разогревается вещество, это такой источник рентгенов в Галактике. Мы знаем, сколько сверхновых взрывается там, в воде, ну, грубо говоря, в сто лет в Галактике. Сверхновых одинаков. Отсюда мы можем, там, прочитать, сколько должно быть вот таких вот, если, предположим, такой механизм основной, сколько должно быть таких двойных систем с акрециями. Мы знаем тогда источник, если предположим, что здесь есть акреция, то, да, это источник рентгеновского излучения. Его должно быть скольком от нашей Галактики. Оно должно детектироваться. Но вот его не видно. К сожалению, не видно. Это вот, это некая проблема этого, как бы, механизма. Ну, с другой стороны. Не знаю, насколько там правильный или неправильный эксперимент, но вот тут есть сильное ограничение по этой механизме. Поэтому, возможно, происходит, там, оба механизма, возможно, еще что-то происходит. Значит, но с физикой горения, о которой я буду говорить дальше, вот, белых камняков, связан в основном первый механизм, но второй тоже, в том числе, но меньше. Значит, ну вот еще раз, вот коротко, да. Еще, у меня два странства замечания, наши семинары, можно, например, раз. Первое, что цифра более правильно отложилась, не раз, не раз, не раз, сколько мы знаем. А вот эти раз 300 лет, например, такие, наши колоссеры, может быть, одного листа, вот этих режут. Они очень яркие. Ну, а второе, вы не хотите, как я вам предлагал, про выраженность, так сказать? Хорошо, ну, очень, ладно, про выраженность, так сказать. Да, не просто, а вот на выраженность, выраженность, можно объяснить. Значит, вот, почему не происходит, это к вопросу, почему обычные звезды не взрываются? Как раз реакция на расстрастие, на мотор, она не разгоняется. Да, ну, то есть, вот есть зависимость. Скорость реакции в зависимости от температуры. Она, ну, какая-то такая. Значит, ну, ну, это экспонент. Это экспонента, вот, там, некий, там, некая константа, на треть степени, а то треть, ну, в общем, есть потравка и так далее. Значит, очень сильная зависимость. Поэтому, если у вас прогорает какая-то масса, то температура повышается, казалось бы. Соответственно, будет гореть еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее, ну, и, соответственно, уходит бесконечно. Ну, сколько масс есть. Это тепловой взрыв, это называется. Классическая теория горения, это называется тепловой взрыв. Если вы поставите какое-то вещество при большой температуре, которое может вам прореагировать, но температура ниже, при которой активное горение происходит, в принципе, само по себе изолированное, оно будет само себя разогревать, медленными реакциями разогревает, разогревает и может взорваться. Тепловой взрыв. Классический тепловой взрыв по Семену. Но в звездах, как рассказывал Андрей, у них отрицательная теплоемкость. И поэтому, когда вы энергию выделяете, то она на самом деле охлаждается. И это стабилизирует. Ну, то есть, вот этого подъема нет. Там энергия выделилась, там где-то локально поднялось давление из-за этого. Ну, и гидродинамически звезда начинает там расширяться, в общем, и совершает, ну, в общем, работу с гравитацией. Из-за гравитации отрицательная теплоемкость. Но не вырожденная звезда. Вот, но не вырожденная звезда, а вырожденная звезда. Давление, которое компенсирует гравитацию, при низких температурах, ну, вырождение, давление в основном зависит от плотности. Пропорционально плотности в какой-то степени n. 5, 3, 4, ну, в общем, в некоторой степени n. И от температуры практически не зависит, в вырожденном режиме. Поэтому вот этого механизма, когда нагрелась звезда, и при этом она начинает как-то там гидродинамически эту температуру убирать, нет. Потому что давление, которое с гравитацией болится, оно пропорционально только плотности. Поэтому здесь эти звезды могут самодогреваться. Вырожденный в смысле фермигаза. Да. Значит, а вырожденные белые карлики, там находится углерод, кислород, к примеру, но вот сами ядра, они, ну, идеальный газ, а вот классический. А вот электроны, там не вырожденные, не вырожденные силы. Кроме этого, они еще электроны там элективистские. В том смысле, что у них энергия фермия больше, чем МЦ1, ну, масса электроны в Ц2. Вот. И это на самом деле тут в дальнейшем, собственно, много что определяет поведение, поведение этих. Это взрыва играет в... Ну вот, в общем, вот написано то, что я рассказал. Значит, есть ЦО. Поэтому нету водорода. Значит, из углерода кислорода можно как-то с помощью термоидеральных реакций сделать. Как кремния, так и железо. В общем, это легко. Если главное нагреть, главное поджечь. Но есть пределы к Чендерсикаровским максимальным. Поэтому это... А? Вопрос тут. Бор, меня у нас всякое производится, но есть что-то... Ну, тут в основном альфа-цепочка. Ц12-16 это альфа-частичная ягра. Альфа-цепочка сливается все, нам альфа распадается, этот сон. А то при охлаждении он дает вот альфа-частичную кремнию и нас увозит в Викторе 56. Ну вот, да. Значит, весь взрыв это термоидерное прогорание всей звезды. Значит, вот эти сценарии, о которых я говорил, когда есть две звезды, они кажутся такими неестественными, но на самом деле две трети, там, глубоко говоря, две трети звезд во Вселенной двойные, поэтому это добавлено. Это наоборот, ну, таких парных звезд, но единственное, надо, чтобы звезды сначала обычные, потом надо, чтобы одна умерла, когда белый камень оставил их, ничего с двойной системой не случилось. Вот. Ну, это вот снизу описана основная проблема в этих звездах, но сейчас я об этом буду говорить дальше. точнее. То есть, в смысле, когда белый камень, ну, вообще говоря, должно бы что-то произойти, но, в общем, это не наблюдается. И это тоже, проблема, не наблюдается никаких, ну, когда наблюдается вспышка сверхновок, не наблюдается признаков, там, что, ну, что есть разлетающаяся масса солнца, и она, как-то, конечно, взаимодействует с этой, разрушает, но это не видно. То есть, вы стремитесь не видно. Я хочу подправить, да, это не видно, и делаем из расчетов, почему не видно. Не надо говорить, что большая звезда массивная. Если массивная, то, скорее всего, не получится. Она не на маленькой, она большая по радиусу, но там полмассы солнца, или 0,6. И вот тогда изрыв, мощность, дувает, разрушает отчасти, обдувает эту водороду с звездом, но все-таки водорода у них так мало, раз она мало на стене, что его спектр потом не видно. Это действительно серьезная проблема и бывает не отличаясь. А можно еще один вопрос? Да. Увыитная венгена, она прицелома грустная, но вроде бы от черных дыр, а прицелом на единице не наблюдается. Нет, тут другой венген. Значит, здесь, по-моему, вот там, грубо говоря, жесткий венген, а здесь мягкий. Ну, энергией не скажу. Нет, ну, мягче к эм. Мягче, там мягче. Не то, что вообще не видно. Видно очень много разных много оттождествованных, много не оттождествованных. Но здесь вот эти звезды должны жить там свои, там, полумиллиона лет, не оттыхать. Я точно не помню. Может, и больше. Да, да, даже 10 миллионов лет. Вот, 10 миллионов лет, примерно. И тогда из них одна в 300 лет взрывается, мы знаем сколько и что удивлены на эти 10 миллионов. То есть, только, типа, 100 тысяч таких мягких фоней, просто по фону венгена этого мягкого, и точечно всех, нет, как бы меньше, да. Но люди, которые это страна не оставят, они объясняют, что там не так, предсказание, не такой вот жесткий, именно уходит он совсем мягкий венген. И тут это вот не ясно. Значит, собственно, какие свойства у этой среды белых тапок? Значит, сейчас, ну, в дальнейшем я буду говорить про горение, и я вам скажу, как вообще устроено горение и все такое. Значит, но вот есть безразмерные числа, которые показывают свойства среды. Значит, вот есть число Льюиса, число Пранкера. Значит, число Льюиса это отношение теплопроводности к диффузии в системе. Значит, и здесь оно очень большое. Но вот это, собственно, из-за того, что теплопроводность определяется электронами, которые выражены, да еще и литивисты, они бегают очень быстро, очень далеко. Ну, как выражены, трон, и шли, сесть, место надо. Значит, а диффузия это для литивистов, которые не литивисты, в общем, классические, конечно. Число Пранкера это отношение вязкости к теплопроводности. Это, наоборот, маленькая личина. Соответственно, основной процесс, ну, по тем же самым причинам из электронов. Поэтому основной процесс, который вот здесь играет главную роль, это теплопроводность. Теплопроводность в этих звездах, в общем, все остальное, всем остальным можно пренебречь. Имеется в виду из этих кинетических процессов. Но у меня электронная, она лучистая. Но это мы все умеем очень пройти. Это уже такие некие детали, топливости. А по поводу того, как горит этот белый камер, ну, горит уже тогда активно. Значит, ну, вот есть С12. Пусть он чисто углеродный, ну, углеродный кислородный. Реакция С12 плюс 16, то нам С12 плюс С12 это магний 24, и он со звездочкой на самом деле он начинает там распадаться по трех каналах. Вот. Но основной канал с альфа-частицы очень быстро рождаются альфа-частицы в данной системе и тут же запускается вот эта цепочка по ядрам, которые кратны 4. С12, О16, там, неон 20, магний 24, кремний 28 и так далее. И все до нителя 56. Вот это все много бы это основные реакции, которые здесь проходят. Другие, конечно, изотопы есть, все есть, но вот это основа, как бы это самое главное. Вот это все происходит. И это как бы мы называем горением, но вот такое, не химическое, вся ягодное. Значит, что такое горение? Есть два режима горения, стационарного. Значит, дефлаграция и детонация. Давайте я вот немножко перерисую. Значит, под стационарным горением подразумевается, что есть некоторая граница, белый, значит, вот есть объемное горение, когда, ну вот, грубо говоря, есть белый камень, в каждой точке что-то там не угорит, ну, белый камень, какой-нибудь сосуд. Значит, а есть горения, которые, ну, распространяющиеся, по смыслу, что есть некоторая граница, пламя, есть некоторая граница, которая делит не сгоревшее вещество, не сгоревшее вещество, ну, то есть, то, что реагирует, и продукт реакции. Это некоторая четкая граница. Она может быть толстой, но вот эта граница, она распространяется с постоянной скоростью, некоторой, у. Она имеет как будто вот реструктуру, конечно же, это, ну, не бесконечно тонкая поверхность. Значит, и, соответственно, в этом случае, если говорить о стационарном горении, то она все величины, плотность, скорость, там, подавление, они, это некоторые функции, от x минус ct, от x минус vt. Вот это стационарная называется горение, ну, то есть, когда у нас все зависит только. Вот. И таких стационарных режимов существует два при динамике. Один называется дефлограцией, второй называется детонацией. Дефлограция, это дозвуковое, сильно, дозвуковое горение, когда скорость гораздо меньше, скорость и звук, а это сверхзвуковое горение. В дефлограции, ну, вот здесь кривой фронт показывает, но, в принципе, значит, вот эта черная толстая линия, это область, где происходит реакция. Они выделяют тепло, вещество разогревается. Оно горячее, за счет теплопроводности, диффузии, ну, либо каких-нибудь процессов, они передают тепло в соседние слои. Эти слои холодные сначала, они, соответственно, разогреваются, тоже начинают гореть. И вот эта вот система движется за счет того, что тепло передается в соседние слои, ну, послойное горение, иногда это называют. То есть, вот за счет передачи тепла какими-то там механизмами такими-то, кинетическими. А детонация устроена по-другому. Вяжет ударная волна, на которой подскакивают там все параметры. Температура подскакивает до высоких значений. Ну, вот здесь, например, вот это экспериментальная кривая, вот подскакивает значение, значит, это давление. Вот здесь. В общем, подскакивает температура до некоторого критического и, соответственно, начинает дальше вещество гореть. Уже после того, после этого данного есть некий трехфронт, который так распространился. Но это все сверхзвуковое. Детонация. Значит, а в сверхновых необходимо, чтобы сначала была дефлограмма, операция, а потом была детонация. Почему? Значит, во-первых, в общем, вся проблема физики горения сверхновых заключается в том, что для того, чтобы всем наблюдениям удовлетворить, а именно химическому составу, там, чтобы произошел взрыв и все такое, необходимо, чтобы эти два режима последовательно реализовались. Иначе, если, допустим, он целиком весь продетонирует, ну, то есть, каким-то образом детонация возникла, то тогда практически весь белый камень прогаит для элементов железного пика, тогда будет очень яркий взрыв, который просто не наблюдается. Ну, то есть, там, не 10-50 петра, а гораздо больше, ну, то есть, никеля будет в два с половиной, в два с половиной раза больше, ну, в три раза больше. Это очень много. Такого нет, такого никто не видит. А вот именно на этом пламени, собственно, никель образуется. А если была бы дефлаграция, тогда у вас все медленно горит. Дефлаграция, это вот хороший пример, например, если вы бумагу подожжете, то бумага вот горит медленно, дефоликционным образом, или что-то там, фронт распространяется, он медленно движется. Но за счет этого, за счет того, что он медленно движется, звезда успевает расширяться. Ну, вот есть какое-то движение, там давление повышается, для того, что просто из-за того, что течение то звуковое сильно, то давление выравнивается в системе, и звезда успевает расширяться. Как бы расширяется, она охлаждается. Семен, можно подправить то, что чуть-чуть, все-таки, есть, есть такие взрывы, которые связаны с кинетами, или там полторы массы, проблема не в этой яркости, а в том, что, вот вы уже показали типичный спектр, это сверхноводина. Там кремния, это главный признак. Если этого кремния меньше там 20% массы, никакой линии кража не происходит. Вот эти тамыцы убиваются спектром. Нет, там нет. Ну, точно так же, как существуют еще сверхновые первого типа, но в смысле, не яркие, которые, возможно, как раз дефоденциально. Ну, в общем, есть, есть. Не бывает, что не бывает. Ну, хорошо. С этой небыли, я отрую все, если зарядка, бывает все. Ну, как это? При всем у них инквирные действия. Так как? Ну, ладно, давайте будем двигаться дальше. Значит, не буду рассказывать про всякие подробности того, покажу вот свойства пламени, вот именно дефоденциально. В одном мире оно хорошо изучено, считается. Ну, с точностью до того, что мы знаем сечение всех реакций. То есть, как скорость реакции, каждый, который в зависимости от времени. Ну, вот пример, например, одноверный расчет гидродинамического распространения пламени. Вот это вот профиль температуры. Ну, вот видно, как-то так. Вот этот профиль, он движется с постоянной скоростью направо, а за ним, вот здесь вот цирклинация очень плохо видно, зеленый, но за ним вот разные химические элементы распространяются. И вот это вот больше всего, например, здесь, так, кремний. Здесь кремний 28, половина кремний. Ну, вот это все. Да, что по осям. Значит, а, по осям. По осям вот это икс, вот здесь, ну, вот это икс координат. То есть, это в долях сантиметров ничтожен. Значит, это температура. И, соответственно, здесь 4 кривые, это на разные моменты времени профиль температуры, просто вот фронт движется там вправо. Вот стационарное пламя, прямо как оно и есть. А здесь вот это на один момент времени показано, в зависимости от икс, икс доли разных элементов, массовой доли разных элементов там, в объеме. Но главное здесь другое. С нижней корценткой это одна из верхних схемий. Ну, схемий, да. Значит, главное другое. Главное свойство этого пламя. Пламя бежит со скоростью 100 километров в секунду, и оно имеет толщину порядка 10 минус 4 сантиметра в центре звезды. Значит, это надо сравнивать с типичными параметрами белого карлика, то есть, скорость звука 10 тысяч километров в секунду. Вот оно 1 процент. 1 процент скорости звука это его скорость. А радиус 1000 километров. То есть, есть очень тонкий фронт, который вот бежит по всей звезды. От центра до до самой поверхности. А хорошо известно, что пламя медленное, у него есть множество различных неустойчивостей. И оно очень неустойчиво, сильно неустойчиво. И, соответственно, переход медленного горения в детонацию, который необходим, он и должен, скорее всего, происходить на этих неустойчивостях. Но все расчеты, которые проводятся в мире всеми группами, которые мы проводим отчасти. Никто не может это из первых принципов получить. Переход из горения в детонацию. То есть, закладывается физика, которая есть, запускается, нет. То есть, все либо оттухнет, либо все детонирует. Ну, в общем, такого нормального нет. Поэтому, например, в расчетах зарубежных групп очень часто они считают, считают это пламя, оно распространяется, потом расчет останавливается, пламя превращается в детонацию, руками, ну, группами. И дальше все это уже идет в детонационный фронт. Так получается. Так получается замечательно. Спектры объясняются, светимость, все. Но вот этого перехода нет. Но он точно так же, как на самом деле при горении в тубах разов. А тоже у них в модели перехода детонации даже на земле это не совсем известно. Ну, то есть, какие-то модели есть, но там толпости есть, даже на земле. А здесь куча неустойчивости. Но вот, собственно, примеры других групп, которые проводят большие трехмерные расчеты, того, что происходит с пламенем. Вот эти вот, вот это из-за поверхност, так скажем, концентрации. Можно свет выключить в данной картинке, так, чтобы было лучше видно. Соответственно, вот пламя, которое, грубо говоря, сферическое, если мы зажжем, то он побежит как по сферическому руку фронт. Он на самом деле становится очень-очень сильно изъявленным и, соответственно, из-за этого переходит в детонацию. Так должно быть. Но никто это еще не показал. Значит, коротко о том, как происходит переход в детонацию. Значит, для того, чтобы перевести что угодно в детонацию, вам нужен детонат. Значит, да. А вот замечание было в Украине. А можно из-за наличия кремии разбить какая масса цветы сгорает в противодной фазе и какая в другой? Да, именно так и дело. Так. А? Какое? Ну, грубо говоря, половина массы звезды выбирает в одной фазе, половина. Вот, да, правильно. В этом, собственно, и вся проблема. Проблема в том, что время дефлокационного времени очень большое. Большое построение с характерными временами. Вот характерное время пламени, так скажем, это его толщина разделить на его скорость. Это ничтожное время. Оно вот с этим характерным временем половина звезды, грубо говоря, секунд, порядка секунды должно прогореть дефлокационно, а потом должно прогореть дефлокационно. То есть переход происходит, но очень-очень на поздних стадиях, по сравнению, там, с характерным на штабе пламени. Это, собственно, основная проблема, под которой невозможно по-хорошему, по-прямому положить. слишком много характерных времен, там что-то развивается, 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 и вдруг раз, титанирует. Да, это вот правильно. По клепию можно и так собственно определяем. Так и есть. Значит, ну, как происходит переход в титонацию? На самом деле, в общем, грубо говоря, вам нужно в какой-то области, в какой-то момент образовать большой объем там постоянного давления. Повышенного давления. Вам нужна область повышенного давления, так, чтобы она не успевала вот повышенное давление просто есть. Любая, ну, любой газ пытается выровнять давление. Ну, перейти к равновесию. Вот, грубо говоря, если есть размер L, то за характерное время L на скорость звука, ну, там, несколько, несколько идей на скорость звука давление выровняется. Вот, если за время меньше, чем эти L на скорость звука у вас эта область давлением прогорит, то тогда здесь давление вообще сильно повысится и пойдет ударная волна. То есть, для того, чтобы вам родить дитонацию, нам нужно сделать некоторое дно повышенного давления, которое очень быстро прогорит, до того, как исчезнет сам по себе. Собственно, для того, чтобы сделать подобный объем, необходимо, ну, кто здесь может сделать подобный объем? В земных экспериментах, например, с горением, вы можете поджечь вот здесь в крови, у вас побежит пламя, оно ударится об стенку, оно когда будет падать на стенку, вот здесь, перед стенкой, будет область повышенного давления, может сдетонироваться. на земле есть стены, стены, там, какие-то неоднородности, так далее. В звезде стенок нет никаких. Еще к моменту, то есть, она очень большая, все возмущения, которые есть, они уходят. Уходят там, ну, бегают по звезде, а? А поляна, может, только старшим, где? Здесь, только. Ну, в общем, нет, в белых там, никак, небольшие могилы. Ну, электроны же есть. Ну, нет, конечно есть, но это все в микроскопическом масштабе. То есть, поля будут на масштабе порядка длины свободного пробега электрона, который еще гораздо меньше, чем эта толщина пламена. Поэтому поля хотелось бы, но, нет, здесь поля не играют, в этом случае не играют. Поэтому вам нужно сделать область повышенного давления. Для того, чтобы это сделать, это нужно сделать только само пламя, которое на самом деле медленное. Поэтому для того, чтобы такое произошло, нужно его ускорить. Его ускорить до скоростей порядка скорости звука. И тогда произойдет переход на тональ. Поэтому считается, что если мы его разводим до, так, скажем, 0,3 скорости звука, 30% от скорости звука медленная пламя, то тогда вот переход уже обеспечен и обеспечен. Но это вот отдельно можно обсуждать это число. Но, грубо говоря, надо ускорять пламя. А неустойчивости все, которые есть. Они пламя как раз ускоряют. Поэтому на них все и решат. Почему пламя ускоряется неустойчивость? Оно становится, без того, чтобы быть плоским, оно становится очень кривым. Соответственно, горение начинает происходить в объеме. То есть, когда у вас есть вот такая вот поверхность, то она горит гораздо больше. Прогорает гораздо быстрее, чем плоская поверхность. больше площадь. Просто то, что больше площадь. Вот неустойчивости. Есть различные неустойчивости пламя, их множество. Вот основные, которые здесь есть, белых камер, есть некая одномерная, термопульсационная, есть неустойчивость Вандау-Гарье, есть неустойчивость ролей и Теуэра. Вандау, в случае пламени. Значит, ну вот, например, вот эти две неустойчивости многомерные, вот, грубо говоря, здесь двумерный расчет, но видно, что какое-то возмущение, оно постепенно растет, вот в такую вот угловую точку превращается. Ну, вот здесь. Здесь, видите, вообще, какая поверхность пламени очень сильно искривленная. Вот это все может очень значительно ускорить, но недостаточно. И в этом и проблема. в том, что вот эти неустойчивости есть, они изучаются, но хороших моделей для их описания не существует. Значит, коротко теперь я по ним пробегусь. Вот неустойчивость Вандау-Гарье, если у вас есть очень тонкий фронт, она наблюдается когда на масштабах гораздо больше толщины пламени. На самом деле, здесь не важно пламя, может быть фазовый переход. Вот подобная неустойчивость есть при фазовых переходах, например, в ранние и всемирные. Тоже. То есть, есть некоторое выборное вещество типа 1, типа 2. А граница между ними не движется вместе с ними как там пассивная премьера, а продвигается там, например, вещество номер 1. В этом случае эта неустойчивость играет роль, когда начинает расширить, когда плотность того вещества, в которое подвигается, так сказать, ну вот пламя, значит, после прогорания вещества температура повышается. Там повышается давление, и за счет этого вещество расширяется, плотность падает. Поэтому плотность скорее всего вещества всегда ниже. Вот если у вас еще есть такое соотношение между плотностями, то тогда вот такой выдвигающийся фрон будет неустойчив. Любое возмущение оно будет расти согласно вот этому дисперсионному соотношению. Причем здесь омега пропорционально к. То есть самые мелкомасштабные возмущения растут быстрее всего, но на самом деле начиная с некоторых масштабов уже сравнимо с точной пламени они начинают давиться разными другими эффектами типа вязкости, теплопроводности и так далее. А крупномасштабные оно растут медленнее, оно растут. Соответственно любое вот какое-то возмущение оно начинает расти. Но переходят в так называемые угловые точки. Образуются такие конфигурации. Ну вот точно так же здесь есть какие-то мелкие очень возмущения. Тоже образуется все каск так называемый. Значит эта неустойчивость она в конце концов стабилизируется вот в этих касках. И все расчеты которые имеются и показывают в них недостаточно увеличения скорости пламени. То есть можно таким образом на 3-4% увеличить скорость пламени. Но если у вас пламя 1% от скорости звука в начале вам надо 0,3 вам в 30 раз его надо ускорить. 30 раз недостаточно. Но есть надежда что в сверхновой из-за того что масштабы разница масштабов огромна тысячи километров звезды по сравнению с толщиной пламени 10-14 сантиметра эта неустойчивость может так сильно искривить фронт что он будет настолько искривленный что будет двигаться гораздо быстрее чем вот в этих всех расчетах которые так вот проводятся. ну вот есть некоторые аналитические модели для этой неустойчивости вот так уравнения Франкфили-Симашинского так называемые вот он решает у него есть аналитическое решение в общем оно с расчетами сходит все замечательно но модели крупномасштабных нету а что бы мы хотели от этой модели вот была работа у Сергея Ивановича с Сосо большое пламя вот с таким дисперсионным соотношением когда есть очень-очень тонкая бесконечно тонкая пламя которое встречается по огнему очень большому оно за счет истойчивости может фрактализоваться то есть разные масштабы расстал по-разному но грубо говоря если у нас есть вот там такое возмущение вот такое возмущение то есть более мелкие возмущения тоет неустойчивость может привести к фрактальности вопрос а чего равна фрактальная размерность этого пламя ну вот ну вот в этой работе был получен и 아니� Suk подобный ответ но эта фрактальная размерности все равно недостаточно для того чтобы ускорить плане это не здесь скажем в точности потому что проблема в том что этот результат был получен в некотором приближении потенциально приближение что есть на самом деле фронт который здесь считается что там жидкость потенциально течение потенциально здесь течение здесь есть некоторая граница разума которая сшивает скажем эти два решения вот этот результат вот это было получено для этой настойчивости вот собственно в этом потенциальном движении вот этого вот это уравнение было выведено и тогда в принципе для того чтобы описать эту неустойчивость нужно проводить расчеты а теперь вопрос у нас есть вот грубо говоря вот опять эти тысячи километров десять восьмой сантиметр есть 10 минус 4 сантиметр вся проблема в том что никто на сетке там 10 12 кубе посчитать не может это невозможно и вся проблема сверхновых в этом смысле такая можно сказать еще если бы кто-то дал очень большой компьютер то будем считать что мы все это понимаем что они входят что они входят 10 тысяч ну в самом деле не только масштаб он на 10 и так раз влияет не вообще богатый смысл тысячи тысячи километров где играет тройка нет тысячи километров играет тройка вот откуда известно что переход в детонацию происходит когда половина звезды прогорит вот осталось там было 500 километров но там это еще а что для этого не заехал это некий интегральный, интегральный, нелинейный член это интегральный интерпрет в официальную роли это вот это основной в год нет да я вот это я это некий вот я его здесь не выписал это подлинный некий интегральный член ну как бы проблема но все остальное но вот это тоже не очень приятно это скажем водородный да значит правильно сейчас вот вот это фрактальный размер здесь некий как бы минимальный фрактальный размер другие процессы ее повышают ускоряют или понижают потому что на самом деле когда у вас образуется вот эта угловая точка вот для этого уравнения проблема вот с этими угловыми точками здесь вихри начинают возникать здесь награждаются вихри и поэтому потенциальность на самом деле нарушается там в этих задачах обычно если вы говорите что вот вся фрактальная структура то вы можете значит сейчас ну ну нет сейчас я буду про турбулентность в этом смысле и так ну в общем да правильно используется но пока результатов таких практических практических результатов а еще раз почему важно здесь тысячи километров ну просто потому что переход грубо говоря детонацию когда там тысячи километров прогорел то есть происходило в самом начале не надо было тысячу считать а когда планы вот действительно можно было бы считать грубо говоря на какой то допустим мы считаем каким то образом как это грубая сета не съесть в сеточные метки здесь мы пламя отдельно описываем какие-то там набором точек это тоже так можно считать но проблема в том что если пламя становится столь сильно не искривлено то есть при таких фактальных размерностях больше двойки оно как бы здесь начинает хоть пол а джо уже занимать как его описывать в этой структуре в общем мне очень не важно как оно не искривляет даже где-то подобие на том месте сидел что за правой вообще в задачи не фуру правильно но вам все-таки нужно звезду вам нужна звездущая к сожалению и это надо как-то сшить и никто не придумал пока так может интересно но пока вы не перешли к турбулентности я хотел вы упомянули ранее вселенную красивую где подвестись передоходить переходы кладки и звезды прямо статисты вот именно нас на плане делают фазовых переходов я хочу сказать есть эксперименты это неустойчивость трудно наблюдать а был гостинцев и другие значит да и пузырьки перемены жидкости гетродинамики есть но не в таких масштабах да были эксперименты в институте химфизики вот я тут сегодня тоже покупал в гетродинамике там у них здоровый есть 10-метровый взрывной бак да вот в химфизике тоже там есть вот такой же шар 10-метровый но они поджигали но в свое время поджигали газовую смесь и наблюдали ускорение ускоренное горение газовых смесей то есть вот так на 10 метрах заполняют там метан с кислородом ну какая-то в общем смесь газовая там для различных смесей они поджигали в центре имели радиус пламени в зависимости от времени и получали что радиус пламени пропорционально д степени ки вторых вот такой вот закон получается для разных химических составов для разных пламён но через какое-то время он уходит вот на такой режим значит вот есть единственная работа где я видел вот такое ну какое-то автомодельное поведение самое ускоренное поведение пламени сферического то есть здесь стенки не играют только то есть пока они до 10 метров не дошли ну тут уточняем не более в этих камерах взрыв ну и в полу там условия другие чем сверхнов потому что давление нарастает ну это они в баллонах делают в огромных там 20-30 метров баллонах поджигают чтобы с того же давления выравнивался этот баллон удувался и вот там и вот там все равно еще до того как до 10 метров дошло всех убьет когда взрывается а почему нужно большой баллон то что пламени толщина земного сантиметра примерно несколько миллиметров минимальная длина это там маркштейна так называют а она прям 50-60 толщин это он полметра лучше вводить между этими сантиметра а что вы еще фрактальностью видите турболизацию это вот 10-20-30 метров огни такие шеф-файр-болл страшно трудно интересно исправить но у военных наверное есть американских в открытом объеме но больших объемов больших объемов какие-то в общем кроме этой работы одна 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 но вышел после его смерти сразу он наблюдал за этим 80-80 кстати вот это стабилизация в касках это стабилизация земли значит дальше давайте перейдем дальше собственно вторая неустойчивость которую побольше все мучают потому что во-первых про нее известно много она интересна и других положений ее считать лучше умеют значит эта неустойчивость влияет Тейлора но есть классическая неустойчивость влияет Тейлора это когда у вас есть две жидкости они например находятся в сосуде одна жидкость вторая сверху плотная жидкость ниже малоплотная жидкость есть сила тяжести они начинают меняться местами они вот образуют собственно подобные конструкции ее можно много где наблюдать ну можно например в воду там тоже грибочек но вот эти классические грибочек взрывы происходят в атмосфере там тоже подобные конструкции и так далее а вот вот на самом деле проводится у нас в салоне проводятся подобные эксперименты там берут вот именно с жидкостями там берут для жидкости и тушку и ускоряют там с тысячи ж которые выстреливают снаряд или соответственно ускорение огромное они перемешиваются фотографируют например с этим там вид как это растет вот эти образуют вот на самом деле область перемешивания которую я сейчас дальше покажу значит интересно не вот это вот это такая нелинейная стадия уже вот которая красива но она во-первых редко реализуется в каких-то практических вещах здесь очень быстро система турболизуется значит ну еще раз вот если есть у вас градиент плотности есть сила тяжести они направлены в разные стороны то она у вас может возникнуть вот такая система даже в случае если жидкость одна и та же но там присутствует какой-то градиент значит вот эта неустойчивость главным свойством она очень быстро приводит к возникновению турбулентности потому что вот здесь возникают сдвиговые течения и эти сдвиговые течения рождают вихри и все таки значит вот на линейной стадии эта неустойчивость имеет вот такое дисперсионное соотношение если вы посмотрите вот сюда если выкинуть куда дальше потом то получится вот это мюл – это отношение плотностей да вот вот отношение сгоревшего сгоревшего и здесь вот она масса и вот эта формула была получена Это впервые, собственно, вандау, поэтому мы называем это неустойчиво релея Тейлора вандау, хотя в зарубежной литературе я на основе релея Тейлора, но у релея Тейлора это классическое гидротономическое, в этом смысле. Да, а здесь если уэн... А здесь граница бежит, но если вы уэн устремите к единице, вот здесь вот к нулю, вот здесь ты и туэн, вот здесь и туэн, если вы устремите там уэн к нулю, то получите дисперсионное соотношение классическое, которое получил Тейлор в каком-то, 50-каком-то году. Ещё позже вандау. Вандау 44. Вандау 44 вандау. А дальше вот эта вся конструкция переходит в так называемую зону перемешивания турбулентную, которая растёт уже вот таким вот образом, как ЖТ квадрат. Значит, я сейчас покажу зону перемешивания, как ЖТ квадрат, но с коэффициентом маленький, коэффициент здесь 0,05. Ну, приблизительно 0,05, оно уже зависит от веществ и так далее. А Т это число отвода, это тоже там отношение квадратностей. Ну, 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 минус 1. Ну, в общем, дельта ровность, ну, на ро 1 минус 0,2, на ро 1 плюс 0,2. Вот это вот. Вот зона перемешивания. И эти вещества начинают перемешиваться. Начинают они перемешиваться и образуется следующее. То есть, если есть вначале... Ну, вот я буду так рисовать. Значит, вот здесь вот. Нам вот положу график. Если у вас здесь какой-то есть Z, а здесь Ро, сила тяжести направлена сюда. Ну, то есть, вот здесь Ро большое, Ро 2, здесь Ро 1, Ро 1. Вот начальный какой-то есть разрыв, плотность. То, соответственно, за счет того, что они начнут перемешиваться, будет вот такая вот... Будут вот такие вот профили. То есть, довольно плавно плотность будет меняться от Ро 1 до Ро 2. И вот эта вот зона, вот эта... Вот эта называется дельта Z. И вот она будет расти, как gt квадрат. Вопрос, при чем здесь сверхновые горения? Очень просто. Есть пламя, которое... Вот звезда. Есть пламя, пусть сферическое, но пусть вот так. Оно распространяется сюда, к поверхности. Значит, загораются сверхновые 1А, в основном в центре. Я об этом не рассказал, но это происходит из-за того, что вот когда происходит, есть акреция, то звезда подходит к чендерсикановскому пределу. Значит, после чендерсикановского предела, она становится неустойчивой и... Неустойчивой и начинает сжиматься. Ну, грубо говоря, коллапсировать. Вот здесь вот она подходит к мигерам, к чендерсикановскому пределу. И она так поджимается, поджимается, поджимается. Это приводит к тому, что здесь в центре повышается температура. Температура в центре начинает расти. И в какой-то момент из центра рождается пламя. Разница как раз от случая, когда сталкиваются два белых карлика, тут депонционная волна пойдет с поверхности, а здесь идет из центра. И вот это там хорошо объясняет появление кремния, как раз никеля, ну, в общем, разных элементов, потому что из центра, когда идет из центра пламя, то звезда успевает расширяться, а, грубо говоря, рождающиеся элементы их тяжести, они пропорциональны плотности. Если сначала пламя рождает никель, то потом здесь плотность сильно упадет, но на самом деле сначала плотность была уже, по радиусу она меняется здесь до нуля, но в принципе плотность вообще сильно упадет, и там уже будут пронежуточные элементы рождаться. Получается как раз распределение, которое наблюдают в некоторых остатках, то есть в центре много никеля, а снаружи там кремния в основном, то есть никель в центре кремния. Вот это пламя распространяется из центра, а сила тяжести направлена сюда, а над пламенем плотность всегда падает, поэтому как раз вот точно такая же конструкция. Сила тяжести сюда, здесь более плотное вещество, здесь более низкоплотное вещество. Идеальные условия для развития – это неустойчивость. А что еще важно, почему ее так любят изучать, в центре сила тяжести ноль у звезды, поэтому эта неустойчивость не развивается, она начинает развиваться только начиная с некоторого момента, когда пламя леет, там некий критический ранен. Тоже есть эффект запоздания, соответственно, у нас же переход в детонацию происходит тоже с запозданием позже, поэтому, ну, в общем, все в одну сторону. То есть эта неустойчивость и поздно развивается, и турбализует течение, и все такое. Ну вот, в общем, вот такие картинки. А вот это вот режим перемешивания, что называется. Вот это одна мона, так называемая. Ну вот я могу выключить еще слово. Вот это одна мона. Вот если мы возьмем, мы просто, как бы, возмущение зададим в виде одной волны, там, сравнимый с этим. А здесь, да? Значит, это из-за поверхности плотность. Вот, значит, а... Как-то беленько и сверху, и снизу, убран тот исконный, вот, да? Да. Значит, ну вот из-за поверхности, например, для одной моды, ну, вот рождаются такие классические грибки. Мозы, эти начальные возмущения... Начальные возмущения, да. Все зависит от... Если начальные возмущения крупномасштабные, то вот одна... Такой один грибочек. Один гриб. А если начальные возмущения очень мелкомасштабные, тогда образуется куча грибочков. Вот здесь вот куча грибочков, каждого из таких, которые там взаимодействуют. А здесь вот в центре уже турбулентность. Здесь турбулентность, которая активно перенешивает все вещества. Новые. И этим самым оно ускоряет пламя. Потому что пламя, оно... Изначально медленное пламя движется за счет теплопроводности. А, значит, пламя движется за счет теплопроводности. А когда появляется турбулентность, это вот как из конвекции. У нас конвекция, то есть хорошо переносит тепло. Соответственно, появляется там, кроме коэффициента, так скажем, теплопроводности с подновителем, который за счет электронов, появляется, так скажем, некий коэффициент теплопроводности турбулентный. Который связан с тем, что вот кусок вещества, он туда-сюда бегает в турбулентном потоке, ну и переносит до самой теплопроводности. Конвекция. А вот это вот наши расчеты, ну, неустойчивости с пламя. Вот здесь вот пламя не нет, это без горения. А вот эта толстяна у вас в той форме лежит так, вон она соответствует? Да, соответственно, все соответствует. И коэффициенты похожи. И коэффициенты похожи. Значит, в этих расчетах, и коэффициенты 0,05, в общем, все воспроизводится. Значит, а вот эта неустойчивость с пламинами. Вот точно такая же неустойчивость с пламинами. Она, здесь не так много крупномасштабных, ну, мелкомасштабных возмущений, не так красиво выглядит. Но это на самом деле из-за того, что в пламине есть еще теплопроводность, которая очень сильно замазывает любые возмущения. То есть, если провести, ну, точно такой же расчет без пламени, то получится вот такие картины. Абсолютно просто такой же постановка. Здесь гораздо больше, там, мелкомасштабных возмущений, чем здесь. Так. Теперь. Я корочка, чтобы... Значит, вот здесь, в этой задачи, большую роль играет турбулянтность. И я хочу немножко рассказать про турбулянтность. Ну, чтобы написать проблему, потому что мы вот эти... Стараемся, в том числе, турбулянтные расчеты проводить. А что начислили на того, эти... А? Расчеты турбулянтности. Они же неустойчивые. Там, чуть подъехал туда-сюда, и вся картина... Нет. Вот поэтому мы не смотрим за... Нас не интересует скорость параметров жидкости в данной точке, в данный момент времени. Нас интересуют некие средние характеристики. Усредненные, там, по какому-то крупному масштабу времени и так далее. Но, в принципе... Нет. Правильно... Значит, вопрос вы правильно задаете. То есть... Вот можно поменять возмущение. Например, проводим этот расчет. Вот можно поменять возмущение, а мы получим совершенно другую картину. Абсолютно. Вот. Но средние характеристики получат те же самые. То есть вы, наверное, много раз разными значениями в данном и считаете, а потом накажем их в данный день? Можно делать так. Можно делать так. Да. Но на самом деле, в правильной практике так никто не делает. Здесь проводится в основном один расчет, в который устраняется по некоторым образом. Но, в принципе, по-хорошему, конечно, нужно проводить разные реализации. Но у вас, если есть, вот, например, объем, в котором разбирается, например, одиностойчивость наша. И здесь есть область турбулентности. Здесь турбулентность. Так? Теперь, а допустим, мы сюда вот добавим еще один объем. И здесь турбулентность. Посчитаем, в объемочке два раза больше. Вот это как бы одна реализация. Вот это как бы независимая реализация, в каком-то смысле. Поэтому, усоединяя, вот, например, вот в этой плоскости, мы получим более-менее одинаковых активистик. И вот в этих расчетах, вот, например, в реле-белровской неустойчивости, вот я рисовал вот эти профили. Вот эти профили, они одинаковы для разных расчетов. Они не меняются. Можно провести один расчет и получить профиль, который будет наблюдаться у всех других расчетов. И в эксперименте точно такие же данные. Следовательно, вы должны доказывать, что соединение в ансамбле соответствует соединение повреждений. Мы в это верим, да. Мы это как бы вот так вот проверяем. Да, мы проверяем. Ну, как бы, ну, в общем, здесь в основном, действительно, это предположение, вот эта энергетическая гипотеза, она все используется. Без этого никуда. Да. Хотя теоретические работы, они в основном усредняют по ансамблу. У них есть, когда некие, там, случайная сила, их обычных диджитых турбуляторов. У них не надо на компьютере. Ну, не надо на компьютере. Но там они тоже ничего не могут посчитать практическое, к сожалению. Ну, сейчас, давайте, вот, собственно, об этом и речь. О том, как выглядит турбуляторность. Значит, вот, есть уравнение гидродинамики. Пусть даже нежелаемое гидродинамики. Это вот всего два уравнения, которые здесь вот сверху униксят. Вот здесь всего два уравнения. Вот это и вот это. Уравнение на весной опции и условие нежелаемости. Значит, здесь есть вязкость. И эта вязкость определяет безразмерное число Ренольца. Н в это нюни. И, начиная с некоторого, там, критического числа Ренольца, в течениях меняет характер. Ну, там, эти критические числа Ренольца, ну, там, для разных систем разные, ну, там, ну, скажем так, соль. Сверху уникал число Ренольца 10-15. Потому что очень-очень маленькая вязкость. Вот. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Потому что напрямую турбулентность тогда не посчитать. С таким числом Ренольца невозможно. Но, с другой стороны, она практически уже идеальная, идеально развитая турбулентность при таком протетической комиссии. Так вот, как устроено при турбулентном течении движение жидкости устроено следующим образом. Обычно на него смотрят в... Есть набор веклей. И смотрят по тому, как энергия распределена по разным их рядах. Соответственно, есть... А у вас формула Калмогорова, так сказать, для потока энергии, она воспроизводится в ваших расчетах? Да. Числи мы это получили? Да, да, да. Беспектр мы получаем. Числи. Но это не только мы получили. Нет, ну, по крайней мере, значит, вы правила считаете? Это... Это... Вот в этом и дело то, что мы именно только проверяем, правильно ли мы считаем. В смысле, вот все наши расчеты, но мы считаем что-то. Откуда мы знаем правильное? Вот есть классические работы Калмогорова, по которым мы можем там провериться, но не только. В общем, есть некоторые соотношения. Но вот, собственно, я это и хотел нарисовать, что есть, так, вот типичное распределение энергии по спектрам. Значит, да, сейчас я напишу. В зависимости от К, это там, размер их ряда, там, единица на Эль, размер механика-успектра. А это вот там энергия, которая сидит. Да, ну, как? Имеется вот такая картинка. Значит, здесь масштаб. Вот это масштаб, в который обычная энергия вносится в систему. Ну, то есть, вот если мы стоим, и там, метелка, и ветре, как-то крути. Просто на этом масштабе мы будем энергию вносить. Потом энергия за счет каскада переносится вот сюда ниже. И здесь дисциплируют в яскости. Ну, это такая классическая картина, которая везде описана. Значит, проблема в том, что присутствуют все масштабы. Присутствуют все масштабы в системе. Значит, от вот там, К1 до К2. Поэтому здесь нет ниже параметра малости, вообще ничего нет. А здесь наклон. Вот этой вот. И, ну, и хорошо известно, он равен минус 5 третей. Для идеальной неживой... Что? Да, да. Ну, вот. Ну, то есть, Е, 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 это К в степени минус 5 третей. Вот. Она, наверное, не от К. Погихрям, просто длинном. И присутствуют в мире всех масштабах. Значит, и вот это для идеальной неживой неживой жидкости, вот такая. Такой взрывок. Для сжимаемой жидкости там уже все немножко. Для сжимаемой, в смысле, когда скорость течения становится сравненной со скоростью звука, то там уже все меняется для магнитного... Для магнитного гидродинамида. Еще другие законы. Тут, в общем, все зависит. Но проблема в том, что вот этот каскад, его необходимо хорошо, по-хорошему, его видеть весь. Потому что, если мы правим расчет, мы должны разрешить весь каскад. Для того, чтобы мы действительно поверили в этот расчет. Но соотношения между К2 и К1, они соотносятся к числу Ренольца в степени 3 четвертых. Поэтому, когда у вас число Ренольца 10 и 15, то разница масштабов огромна. И, ну, в общем, это невозможно. Это невозможно посчитать полный день. В сверхнов, в условиях сверхнов. Вот. Особенно, это трехмерные расчеты должны вытяжить. В кубе надо считать. Поэтому это нельзя считать. А вообще, говоря, вот дальше начинаются модели. Все используют разные модели для того, чтобы считать токурятность. Модель позволяет, вот, грубо говоря, мы считаем только вот этот кусок, вот эти масштабы, мы умеем разрешить. А модель учитывает все, что происходит вот здесь. Ну, там, начиная с некоторого К. Но тут же начинаются разные проблемы. Потому что вот в моделях проблемы в основном такого характера, что вы придумали какую-то модель, дальше начинают проверять на экспериментах. Ну, на этом эксперименте хорошо, на этом хорошо, а на этом плохо. Нет универсальности. В общем, нет универсальности. И если кто-то построит теорию турбулентности, так скажем, то тогда будет замечательно. Если у вас тогда и звездами не снимается. Ну, наверное. Вот. Ну, значит, в условиях, когда есть еще... Значит, когда есть горение, то тут тоже, в общем, начинаются проблемы и с этими моделями. Потому что горение зависит от того, как перемешивается вещество. А перемешивается лучше всего вот на этих масштабах, на мелких. Потому что для того, чтобы два вещества прореагировало, вам нужно прореагировать, если есть тепло, вещество. Второе, пример. Вам нужно их перемешать. Перемешать очень хорошо именно там, на домарном уровне. Это происходит вот здесь. естественно. Поэтому с моделями и с горением еще хуже. Значит, я хотел рассказать вот немножко, вот как бы, а все теоретики, вот именно эти теории, они вот играются по большей части вот с этим уровнем. Ну, вот просто, если взять уровень на весах, и довести фулее пространство, то вот получается вот это. Вот есть какая-то сила, она важна, какая-то сила. ну, она, вот такую, эту турбулентность, генерирует. Значит, вот это вот, вот это член от времени, это от вязкости, а вот этот интеграл, он на самом деле, вот за весь этот перенос энергии отвечает. Вот этот вот нелинейный интеграл отвечает за весь перенос энергии. И его очень часто вот есть замечательные работы, где с использованием реном группы, считая, что здесь есть вот какой-то масштабный вариант, исполучены некоторые результаты. Получены, причем интересные результаты, были вычислены некоторой константой, например, для некоторых моделей. Я одной из моделей. Но этот ответ оказался не совсем универсальным, к сожалению. А также есть, очень тоже, была в свое время забавная история, вот если в уравнении на вес токса положить давление равным нулю, то исчезнет вот здесь, вот только вот этот член, вот этот. Ну, как бы здесь проекционный оператор, вот это исчезнет. Вот это приходит от давления, вот это исчезнет. То есть, нелинейность как бы сохранится. А уравнение без пер, когда пер, например, называется, уравнение бюрберс. И оно решается аналитически. Его можно выписать решение в квадратурах. И в свое время, там, 60-е годы, был большой бум, когда подумали, вот, мы сейчас тут все раз мы это решаем в квадратурах, мы сейчас все теорию турбулянции построим. Построим. Да. А вот в этом хоре я что-то нью не вижу. Вот ню. Вот ню. Вот оно ню. Ну ню, это простой член, слава богу. Диссипация. Но потом, когда начали, когда все это посчитали, выяснили, что там спектры не такие. Вообще все это... А еще, знаете, много народу занимается в вода в институте. Вот такими. Да, да, да. Они были от пассива через коляр с людей заражили, это скрытие. Правильно, да. Знаем. Вот тоже, в общем... То есть они нежеинность заменяют на случайную силу, а потом с этим образом... Да, да, да. И у них очень, очень часто вот этих работах вот F, которые, вот, должны работать действовать здесь. Оно начинает везде вот здесь вот действовать. И там получаются какие-то результаты. Но вот тоже из всех этих работ... Ну вот эти результаты нельзя встать в наши расчеты, так скажем, для того, чтобы что-то посчитать. Не знаю, не знаю, пока не знаю. Может быть, когда они дойдут. Есть, есть, есть в Питере люди, вот там есть Раджиньян, Васильев, они тоже Ренор-Группу активно используют, но тоже мы все без приложения. А какие есть приложения? А, ну вот, вот спектр, например, который мы получаем, вот это вот 5 третей, если иметь больше мощности, мы уже спектр получим. Здесь очень ресурсоемкий расчет, к сожалению. Потому что считается все при низком числе маха, а, например, на сетке, у нас же шаг ограничен размером размера лечебина скорость звука, а при низком числе когда низкий числый. Вот ударные ладные считаются суперкорпы. Это низкие числа маха, то тут неявные схемы надо использовать. А у себя компьютеры что же здесь есть? Да, знаю. Ну, ну, нет, нет, суперкомпьютер, обычные суперкомпьютеры. Это распараллель, у меня есть распараллельный код, да, вот эти вот все расчеты, там, 256 янгер, ну, это по 10 тысяч процессоров часов считается. Это большие расчеты, тяжелые. 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 А? Код открытый, да, тот может. А на кем машину считаете? У нас русат, русатами есть много больших суперкомпьютеров. Мы имеем там, в общем, с памятью, на жестком диске там очень жестко меня ограничили и все такое, но все-таки они гораздо меньше, чем тех, которые у нас там есть. Ну, не пошло. Вот. Значит, тогда я пропущу, ну, вот, одна из, вот, теперь, коротко о том, какие модели, например, можно использовать, значит, и какие вот строятся, и какие мы используем, но эти модели все полуфеномологически называются, то есть какое-то вот аналитическое сейчас проводится выражение, и дальше вылезают известные константы, которые ниоткуда, кроме эксперимента, не берутся. Вот есть, например, можно взять и течение усреднить, это называется усреднение по иноллицу, взять и усреднить по периоду наиболее крупных реклей. То есть, грубо говоря, разделить, что есть кусок течения, который такой ламинарный, вот все движется, вот средние эти хортистики, которые здесь, и пульсирующие характеристики. Вот есть такая процедура, мы можем разбить течение на вот эти пульсирующие средние части. Он взял и уравнение гетродинамий, а, кстати, замечу, что вот все построения в теории интервьюенции в основном проводятся вот над этим уравнением. В принципе, уравнение гетродинамий сложнее. Там энергия есть, уравнение состояния возникает, в общем, и все такое. Поэтому хорошая регулянтность, она еще должна эффекты сжимаемости учитывать, и все такое. Вот можно взять эти уравнения, их усреднить. Но как обычно получается, точно такая же процедура, в принципе, как в кинетике. Значит, вот мы получаем средние, получаем некие корреляторы от средних. Что с ними делать? Ну вот можно взять и на коррелятор тоже написать уравнение. Уравнение на коррелятор содержит корреляторы более высоких порядок. Мы можем написать там дальше, дальше, это вот такая бесконечная цепочка. И вот это прерывание. Вот один из способов прерывания заключает в том, что вводят величину К, туполентной энергии, это вот как такое среднее, и ее диссертанция. И на этом вот можно построить в общем-то некое замыкание всей этой системы. Но вот это замыкание, пример этого замыкания написано здесь. Вот это вот уравнение гидродинамики обычное, но вот в правой части это уже чисто тургументная часть. Здесь написываются два уравнения. Значит, это все получается вот путем усреднения, как бы так скажем, ну, теоретически некоторых приближений. Но вот есть С1, С2, С3, СЕ, СК, Их мы не знаем. Значит, ну, знаем из эксперимента. Ну, а также из вот таких больших расчетов, которые мы проводим, можно попытаться напрямую смоделировать турбулентность, честно разрешая все эти масштабы. Точно так же как в эксперимент. Можно вытащить эти константы. Но это дорогие расчеты. Но в принципе, если нет эксперимента, то такое вборить можно. Также можно проверять модели на таких расчетах. Если мы им верим, конечно. Потому что это тоже отдельный вопрос, насколько им можно верить этим расчетам. Но вот если расчеты воспроизводят эти эксперименты, то это хорошо. Если такие соотношения воспроизводят, то хорошо. Но вот вся вот эта наука так выглядит. Но вот есть вот такие модели с константами. Зато на ключах сердцинедических подстроений все эти можно считать. Можно считать сверкновую, можно считать самолеты, можно считать что угодно. Ну, не что угодно, но, в общем, реально много чего считается из реальных течений. И это действительно такие модели активно используются. К сожалению, те люди, которые самыми моделями занимаются, их не интересует. Там, ни вывод этих моделей, ничего. То есть, ну, мы там не можем посчитать сверхзвуховое потекание самолетов. А вот если мы добавим какой-то там член с будет потекциально, то может. Ну, вот замечательно, новая модель была. Откуда все эти люди? А? С одной суть модели. С чем она состоит? Модель? Нет. Нет. Состоит в том, что мы каким-то образом должны учесть вот этот спектр. Вот, то есть, мы проводим расчеты вот на этих самых крупных масштабах. На масштабах, где энергия вносится в систему. А дальше вот есть весь этот спектр, есть диссипация. Вопрос, как их учесть? Ну, вот один из способов, давайте мы их усредним. По-английски говорят subgrid модуль. Да. Ну, вот это не subgrid, это не совсем subgrid. Но вот, грубо говоря, мы тоже те масштабы которые не разрешали, мы их усреднили, как? Ну, путем усреднения и уравнения мы как бы получили эффективно как они оказывают влияние на крупномасштабные течения. Если грубо говоря это приводит к тому, что увеличивается вязкость системы. Турбулентность работает как вязкость некая эффективная, некая эффективная теплопроводность. Ну, вот в этом модели. То есть, мы говорим, давайте напишем, что здесь есть в наше уравнение гидродинамики какая-то дополнительная теплопроводность усиленная. Вот теплопроводность она вычисляется каким-то образом из того, какая-то турбулентность. Интенсивная, неинтенсивная и так далее. То есть, у нас на диагонирование пытается следить за движениями людей, и рассматриваешь его не в желудке. Да. Может быть, вот это. Но, 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 то есть, сложности в том, что все эти люди иногда, так сказать, взаимодействуют, сливаются в пары. Ну, есть, да, взаимодействуют. Но, вот эти, вот эти... отскорениям очень плохо, да, отскорениям плохо. Значит, ну, вот эти, вот эта, например, конкретно, вот эта модель, она очень хорошо умеет считать вот эти, вот эти течения. Ролей Теннеру с пульной устойчивость замечательный расчет. Причем в одномерных расчетах. Не надо проводить, дорогие трехнерные расчеты, вы можете провести одномерные расчеты. А у вас нет толстка, ну, у меня сейчас нет, в кофейке нет. Он просто замечательный. очень-очень горожатся вот этот дорогий расчет. Ну, вот этим самым мы можем проверить дорогие расчеты, а можно... А с этого дорогие расчеты не маять. Нет, вычислите, 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 вычислите на дорогие, когда там, ну, вот. У вас ограничивает как-то граждан ввод тебе на неделю, а и все? Нет, просто можно запустить задачу, чтобы она считалась годом, просто это как-то бессмысленно. В любой части возникать, у вас уже ошибки накапливаются? Ну, это как-то у нас там. Нет, накапливаются. Да, да, ну, вот, это, в общем, это вся вона на кухне, отдельная исчисленная кухня, про то, что, насколько мы доверяем этим расчетам, сколько там ошибки накопились за шаг и так далее. Это можно отдельно действительно обсуждать. Ну, в принципе, будем считать, что мы можем там. Чем больше машина, чем дороже расчет, тем удачнее. вот давайте там исходить из-за. Ну, там при этом, конечно, при этих дорогих расчетах что-то контролируется, чтобы они были правильными. Вот. Мы будем считать, что вот у нас есть действительно такая, что мы чем больше считаем, тем точнее мы получаем. утверждение. Главное свойство вот этих моделей в том, что мы можем не считать такие дорогие расчеты, а получать такие же результаты. Но надо уметь эти строить модели. Ну, это такая вот, полуэмпирика начинается. Констант. Входит место констант, в котором можно взять или из дорогого расчета. Можно еще замечать, как с Андреем связать, вчера он говорил, про то, что там трехмерные, многомерные с нейтрином, с коллапсом, но там никто и близко не делал, никаких таких анализов. в аккуратности тех расчетов с конвертией табулентности, которые там возникают. Там просто что-то еще читали и показывают народу. Там на полмиллиона процессов, они делали, да? От реальности может быть точно далеко. Здесь все равно все-таки есть нестабильные эксперименты. У нас есть некие гуляции, а не экстременты. Есть экстременты, Значит, теперь, что происходит если горение? Вот я до этого рассуждал об этом табулентности чистоте, а теперь, что горение? Значит, существует три режима на самом деле горения, некую дефинциацию в турбулент, турбулентное горение. Значит, они определяются вот двумя безразмерными числами, числом халовича, числом домков домков, 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 уже не так важны. И все не может представить с тобой. Да. Значит, на самом деле идея очень простая. Но в турбулентности, вот из-за того, что есть распределение по масштабам, у нас на самом мелком масштабе пульсация очень маленькая. Чем больше, тем больше пульсации. Соответственно, мы можем сравнивать. У нас пламя вносит некий масштаб. Это им стоит толщину. Но, соответственно, вот это есть масштаб гипсовый. Это такой масштаб, на котором масштаб пространства, на котором пульсации турбулентные сравниваются со скоростью пламени. Ну, соответственно, это число халовича это отношение толщины пламени к этому масштабу. То есть, если он единица, то тогда турбулентные пульсации на масштабе пламени такие же, как и скорость пламени. Если это число халовича гораздо меньше единицы, то турбулентность, она к опульсации сравнивается с пламени только на очень-очень больших масштабах. И это приводит к тому, что вот есть очень тонкий фронт, структура которого ни капельки не меняется. Он такой же, его толщина такая же. Но он и так вот крупномасштабно искривляется. И вот это называется режим эскеролёдного пламени, когда число Карловича меньше единицы. Есть перемешанный режим, когда наоборот. Тогда турбулентность входит внутрь пламени и меняет его структуру. И тогда пламя становится уже толстым и всё такое. Но вот это есть сильно перемешанный реактор, так называемый. Это когда турбулентность такая большая, но либо реакции такие маленькие, когда в характерное время турбулентности оно быстрее, чем реакция происходит. Но это обычно происходит наоборот, когда реакция медленно, то есть сравнимо со скоростью реакции. Вот здесь у меня есть небольшое такое видео, которое показывает пример расчёта как раз Искривлённого пламени. Сейчас. Искривлённого пламени, как оно и кривится за счёт турбулентности. Оставаясь при этом практически с одинаковой структурой. Вот эта вот поверхность, то есть сверху не сгоревшее вещество, снизу сгоревшее, вот эта вот поверхность, граница, вот здесь прогорание происходит. Это вот малый Карлович. Да, это число Карловича маленькое, но там порядка единицы на самом деле. Очень сложно сделать в расчётах, его очень маленькое. Вот, но вот оно такое вот кривое. То есть, это всё-таки, надо ещё пояснить, что это не фиксированный жидкость, а это примерно в системе покоя фронта. Да, 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 да. Это мы движемся, находимся в системе покоя фронта. Причём это за счёт того, что он искривляется, он начинает ускоряться быстрее прогорать. Поэтому здесь как бы такое ощущение. То есть, мы всё время меняем поток втекающей, скорость втекающего, так скажем, потока для того, чтобы это сделать. Так. А в начале его ощущения, как там было с детей? Нет, нет. Значит, в этом расчёте, вот именно в этом расчёте, здесь был задан гуловский хрон, а дальше снаружи генерировалась турбулентность за счёт случайной внешней силы. О, какой это крупномасштаб. Вот отдельно, если убрать пламя, то там проверяется, что мы спектр получаем в Камрогоровске и всё так далее. Потом пламя добавляется и вот начинает во внешней пламя. Здесь не надо возмущения, здесь просто уже есть пехли, которые случайная сила генерируют. Есть некая внешняя случайность. Но вот конкретно на этом. Ну вот, вот пример. Вот из левого расчёта, грубо говоря, вот кривое пламя, а вот перемешанное пламя, оно становится вот таким. То есть его структура, вот она уже толстая. Тут тоже плотность, если говорить, химически. Здесь, значит, здесь с 0, это концентрация. Вот красная, грубо говоря, это концентрация реагирующих веществ в единице, а синий это 0. Вот они прогорели. То есть вот это из-за поверхности концентрации вещества, ну, сгорающего вещества. Центритация, думаю, диалога. Вот, вот такое толстое пламя. Значит, а теперь что с этим делать? Как нам учесть? Значит, проблема, проблема в этих расчётах, как бы казалось, можно просто взять и посчитать вот точно так же всю звезду. Но проблема в том, что, если вы хотите получить правильное свойство пламя, нужно разрешить его структуру. То есть нужно видеть вот эту толщину 10 минус 4 сантиметра. Но невозможно. Невозможно. Поэтому все делают по-другому. Вот так. Значит, пламя переносится, грубо говоря, руками. То есть задавится некая поверхность, которая движется по закону. Но есть, например, так называемое G-уравнение. Вот если вы уберёте правую часть, то вот G будет переноситься просто с течением, как пассивный скаляк. А вот этот кусок, он отвечает за то, что ещё G будет распространяться внутрь пламя. И, соответственно, вот из-за поверхности, например, G равная нулю, задают пламя. G равная нулю, пламя. G больше нуля, это там не сгоревшее вещество. G меньше нуля, сгоревшее вещество. И эта поверхность будет двигаться задом, будет проникать внутрь скоростью пламени. Значит, но вот есть другой метод, когда должен некий пассивный скаляк. Для него пишется искусственное уравнение с реакцией и с диффузией. И там всё подбирается, константы, так, чтобы задать скорость пламени, движущуюсь с нужной заданной скоростью, когда есть наружу. А при этом есть некая функция. Которая описывает, чему равна скорость турбулентного пламени в зависимости от начальной скорости пламени, ну, такого, простого исключения. И свойства турбулентности, турбулентных пульсаций, средних. В моделях вот этих вот, 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 например, в этой модели, она явно определена, вот эта k определяет свойства турбулентности. Вот просто сюда можно подставить. Вот есть два полу-теоретических, полуэкспериментальных, там, выражения очень простые. Что, вот, турбулентная скорость, она вырастает, вот, как, ну, вот, в данном случае экспоненциально, но здесь, на самом деле, здесь не ярко. А вот степенным образом. При этом в пределе бесконечной интенсивности турбулентности, понятно, что все будет определять только турбулентность, поэтому скорость в пламени будет равна скорости турбулентных пульсаций. Там уже не важно, какая, ну, грубо говоря, не важно, есть там пламя, какая-то нормальная скорость, нормальная. Вот есть вот эти два выражения. Они, кстати, проверены неплохо на эксперименте. Вот эта константа, например, здесь, ЦТ, она порядка единицы, даже, понял, там, значит, они из теории изначально были получены, Вильямсом, по-моему, еще, до данного, но вот их до сих пор используют. И ничего лучшего нет. Нет, ну, в принципе, извините, вы отказали, где это фото, это, вот, зерно, грустно. Нет, они, на самом деле, нет, они, он совсем другой, на самом деле. Ну, во-первых, совпадает. Ну, вот это. И этого симптомии. Да, но, на самом деле, здесь, вот, разница между этими двумя формулами в переходном режиме, когда турбулентность сравнима со скоростью, со скоростью пламени. Вот этот режим такой тонкий, вот эти будут различаться, но предельные случаи у них одинаковы. У этих режимов. А на самом деле, с верхновой часто реализуются в предельном случае, как видно. Вот, например, отсюда. Значит, вот пример расчета. Когда мы берем одномерный, это одномерный расчет, совсем простой. И здесь точно так же пламя движется, вот, с какой-то там нормальной скоростью, вот, движется руками, со скоростью, которая как-то вычисляется, исходя из турбулентных характеристик, которые считались вот по этой коэпсилон-модели, которую я до этого написал. Ну, и, вот, вот, разные варианты расчета. Вот здесь разные варианты. Там были доли миллиметров какие-то на шкале. Да, а здесь, здесь, это вот, вот это километры, это вот, то есть, это крупномасштабный расчет. Но здесь мы подразумеваем, что все, предполагаем, что мы знаем, как бы, свойство пламени без турбулентности. Мы можем его двигать вот с этой скоростью 100 км в секунду, просто, не задумываясь о том, как оно устроено внутри. А для того, чтобы учесть турбулентность, мы используем, ну, конкретно вот это выражение, а дальше как-то рассчитываем свойства турбулентности. Но главное то, что в зависимости от разных начальных условий, от калорийности, от различных архимсоставов, в общем, от разных начальных заклайновых свойств, получается более-менее одна и та же скорость пламени. 5% от скорости звука. Не больше. И здесь вот это вот ускорение как раз за счет этой неустойчивости релея Тея Валандау. Вот здесь рассчитывается неустойчивость релея Тея Валандау, как она генерирует турбулентность, и получает незначительное ускорение. И в этом, как бы, дальше проблема. Что делать дальше? Потому что ни о какой другой неустойчивости, которая бы еще быстрее, сильнее ускоряла, ну, никто пока не знает. Можно пытаться ковырять дальше вот эту неустойчивость. Можно еще что-то там придумать. Может быть, модели неправильные. Может быть, вот эти формулы нельзя кулакаря принять. Но вот это все надо и можно проверять вот на таких расчетах, и мы там этим занимаемся. Отдельно как-то проверяем, насколько эти крупномасштабные подходы, которые используются, они вот выполняются в тех условиях, которые мы еще можем рассчитать по-настоящему. Рассчитывая зону реакции, рассчитывая как-то турбулентность, внешним образом. Турбулентность, которая генерируется из реле и Эвера, как мы тоже умеем считать. Все проверяется. Но пока, к сожалению, хорошо сходятся. Так что это не описывает переход в детонацию в данном случае. Значит, ну вот... Все-таки мы увеличили до 6 процентов. Значит, на самом деле... На самом деле, вот что. Здесь надо... У меня, к сожалению, не совсем правильный график ставить. Здесь показано... Еще надо нарисовать одну природу. Давайте я сейчас нарисую здесь. Мы увеличили не то, что в 6 раз. Мы увеличили гораздо больше. Белый камер, вспомнив теперь про белый камер, имеет приблизительно вот такую структуру. Плотность в зависимости от радиусы. Значит, вот здесь в центре плотность, ну вот, у нашей белого камер 10,9 грамм на сантиметр в поле. А здесь вот так. Но она быстро падает. Но когда он начинает расширяться... Подожигайте его в центре, начинает расширение. Плотность начинает очень быстро падать. Так, 10,8, 10,7... Быстро. Значит, а скорость пламени нормальная. Вот 100 километров в секунду, которую я показал. Ну, это не везетно, сколько 100 километров в секунду. Это скорость пламени при плотности 2 на 10,9 грамм на сантиметр в поле. А при плотности 2, например, на 10,8, это уже 10 километров в секунду. А вот тот вот график, вот этот, показывал, здесь уже плотность не сильно падает до 10,7. То есть еще меньше. Там скорость порядка километров в секунду. А мы разогнали до 500 километров в секунду. То есть он у нас в сотнях, в сотнях раз ускорилось в пламени. Но надо всего в 6 раз после этого так. Но вот это всего, как бы, мне отдано сказали. Вы же можете, вот у меня здесь турбулент, модель турбулент. Там константы разные. Вы можете их подкрутить и получить? Ну, конечно, могу. Но как-то это не очень хорошо, казалось бы. Потому что эти константы-то по эксперименту, или по расчетам проверенной. Это не тоже. Константы так тоже не подкрутишь. Ну, хотелось бы их подкрутить, исходя из чего-то, в общем. Но эти константы из эксперимента есть частично. Нет независимого контроля. Ну, да. Да. Ну, то есть, у нас нету параметра. У нас нету параметра, который неизвестен. Ну, может быть, мы неправильно модель принимаем. Может быть, мы просто неправильно эту физику принимаем. Потому что здесь такие стадии развития неустойчивостей большие, которые нигде в эксперименте на Земле нет. Вот этой разницы масштабов нигде нет. Может быть, там есть эффект. Значит, вот, например, из Гархенга, Дву-Па, немцы, которые этим занимаются, они тоже приговаривают еще такие вещи. Звезда очень большая. Если во всей звезде будет турбулентность довольно-таки однородная, то тогда турбулентность – это же тоже такой статистический процесс. То есть, есть это пульсации в очень малом объеме. Здесь пульсации очень высокоскоростные. Там, тысячи километров в секунду, но просто в очень маленьком объеме. Вопрос, в ком посчитать просто объем этих… Может быть, там и есть вот это 0,3 скорости звука. Но 3 скорости звука – это там 3000 километров в секунду. Надо просто посчитать, какой объем. Может, там есть критический объем для того, чтобы делась детонанская. Как же давление разных, конечно. Вот, вот, правильно. Разных, вот. Какая-такая неправильная. Правильно. Ну, вот, собственно, вопрос. Они задаются вопросом, а есть ли какой-то связанный объем, ну, не разделенный, а связанный объем большого размера. Ну, большого тоже. Вопрос, что такое большого? Да, но не поем. Вот. Ну, вот, собственно, вот они, они пошли сейчас в этом направлении. Они пытаются смотреть, какие бывают функтуации, крупно-высокоскоростные, но как бы в малых форматах, но в довольно больших объемах нужно детонация. Может, для того, чтобы детонация произошла, не нужно, чтобы вся звезда была с давлением. Нужны все-таки гораздо меньше объем. Нужно плотность, умноженную толщину пламени в кубе, как говорили, я говорили. Но ошибся в билеаре красок. Я всегда рассказывал это все. Билеаре красок – это единственное. Но, в своемом случае, ничтожный получается размер. Вот. Ну, у вас звезда должна быть тренироваться. Конечно, не знаю. Вы видите, есть лицем члены, мы должны быть взорваться. И, может быть, очень сильная функтуация придумана. По идее, звезда должна быть детонирована. Потому что тогда уже самоподерживающий пойдет. Он, конечно, не так. Взлакать нельзя, надо работать на 10-7-й. Да, да. Если родится детонация, то её уже не остановить, грубо говоря. А вот её надо родить хотя бы где-то, в одной точке. Всё звезду. Но вот Сергей Иванович, там надо. Ну, в общем, вот это всё, что я хотел бы сказать. Это, грубо говоря, не масштабное движение? Ну, нет. А у вас выходить его из спальни? Это, например, на самом деле, с большого райдуса, оно сжимает? А если спальнилась, то есть? Ну, вот типа того. Да, именно детоната. Нам не хватает детоната. Проблема с Землей тоже в стенах нет никаких. Везде все волны уходят. Уходят, да. Гравитация спустя или не уходят? Ну, она... Ну, не хватает, да. Она просто поддерживает общую структуру звезды. Но здесь все эти процессы при дозвуковых течении. Тут звезда успевает как-то срелаксировать ещё. Быстроится на какое-то равновесие, в общем, с этим пламенем. То есть, там, поверхностные слои знают о том, что там внутри что-то горит. До них доходят волны и их решают. Горение, деградация идёт. Слабые зимодействия. Слабые зимодействия происходят. Где? Нет, ну где? Здесь горит. Горит звезды. Она есть. Я не уверен. Здесь в основном сильный электромагнитный звонок. Слабые тоже есть. Есть нейтральный сигнал предсказан. Но мы маленькие. Ничто. Нет, не влияет. Там на светло ничто. Предыдущие мы совсем другие. Все. Ничего. Не знаю. В общем, вот такая наука. Но, слава Богу, у нас какие-то есть... Это очень сильно похоже на земное горение. Но масштабный тоже. Поэтому тут, в отличие от этих нейтринных эколапсирующих механизмов, у нас есть с кем сравниваться. Можно ставить эксперименты, в принципе, на пламенах. Уравнения напишутся одни и те же. Только скорости реакции может другие. Еще что-то там получили. Масштабные разные. Нет, масштабные. Но это мы потом отмасштабируем. Тяжелый, я не знаю, здесь еще мысли. Нет. Тяжелый. Правильно, правильно. Но это... Эти самые макомерные взрывы, там термотерной холм. Они же примерно то же самое и здесь. Нет, не совсем. У них нет пламени такого. У них там все... Вот, вот, грубо говоря. Сейчас все ждут в Сибири. Вот есть НИФ, большой лазерный термоядерный установка. Там вот ждут, ждут поджигания термоядерной реакции управлять. Но у них там будет пламя. У них там толщина пламени не будет равна размеру ни шеи. Там не будет вот этих неустойчивостей, я никаких не увидел. А это лучше, это лучше из того, что как бы есть... Из того, что ожидается управляемая термоядерная реакция. Но там масштабы не те. Вот здесь... Как у нас тут большое поджигать? У нас замечание озвана тоже верно. Может быть где-то эмактивное положение. Ну? Ну? Ну, все. Ну, все. Все. Спасибо большое.